Сегодня у нас состоялось мощное событие, там же Шура Дашьболга. Смотрите. По лицу присутствует. Потому что самое главное богатство это Веды. Потому что если есть Веды, и все будет. И вот Дашь тот, кто дает Веды. И еще, это светлая сила. Вот мы говорили о силе Рода. Вот Род дает все для того, чтобы все было. Без воздмездно. Вот та сила родителей, вот она и заключена в силе Дашья. Сила Род, сила Дашь. Это когда жизнь дается по всей полноте. А вот далее держать равновесие каждому из нас. Постигая Веды. Когда у нас Чур стоит, например, и смотрит во все стороны, то это порядок святилища. Здесь у нас Чуры смотрят все внутрь светоча. То есть Дашьбол смотрит с востока в светоч, Велес с запада в светоч, Световид с севера в светоч, Перу с юга в светоч. Они все смотрят внутрь. Такой принцип называется урочище. То есть урочище Дидова, то есть это место, где предки ведут постоянное обучение своих деток. То есть у нас здесь идет с вами постоянное обучение. И получается, что мы с вами совершили такое путешествие. У нас Чур Световида, Чур Перуна. Силу огня как раз воплощает собою батюшка Перун. Чур Велеса. Велес, он сохраняет мудрость в вод. Велес покровительствует волшебству. И Чур Дашьбол, вот сегодня. То есть получается у нас все четыре стороны, на все четыре стороны они охраняются Чурами, которые имеют определенное взаимоотношение со стихиями. Ну, я не знаю, как мне нарисовать стихию воздуха. Как нарисуем стихию воздуха? Парк какой-нибудь. Парк за корючкой? Может, вот так вот за корючкой? Да. Вот как ветер дует. И ветер. Это у нас, в общем, такая у нас наша дубравищная тайнопись появилась. Это у нас стихия воздуха. Воздух на севере. Воздух возжигает огонь. Ну, огонь я, ну, я вот так вот нарисую, вот такой вот огонь, вот такой, да. Похоже. То есть это у нас огонь. Огонь у нас на юге. Это сила Перуна. Велес на западе. И это у нас воды. И дождь Бог у нас, и эта земля, и это, ну, мы можем изобразить это. Травка. Воздух, например, вот. Сон. Можно травку изобразить. Можно какой-то кристалл. Ну, в общем, вы можете сами все это вразить. То есть здесь у нас идет воздух. Здесь у нас идет огонь. Здесь у нас идет вода. И здесь у нас идет земля. И это, по сути дела, я сейчас рисую вам древнейшую. Называется путь жизни. Вот. Это, смотрите, вы меня сейчас поймете, что я нарисовал. Узнаете? Да. Это крещ. Потому что это крещ наш Богов, который всегда соотносился с солнечной силой. Обратите внимание, у нас в Ведах все очень просто. Воздух, набираем воздуха, он что? Раздувает огонь. Огонь нагревает воду, правильно? А вода питает землю. А вода питает землю. Он даже остался в Египте. И там он называется Анг. То есть Анг это как символ жизни. То есть вот здесь мы теперь понимаем вот это значение. Еще иногда называют это петлей воруны. То есть это очень известный такой вот сакральный путь. Такой вот именно, который показывает, ну вот элементарно. Вот если мы хотим сделать крещ, вот у нас всегда получится вот эта форма. Кто такой воруна? Воруна это одно из главных божеств ведической мифологии, ведическое миропонимание наших индиевропейских предков. Воруна это хозяин мирового океана, так же как Митр это хозяин солнца. Наиболее частые в Ведах это упоминание гимнов солнцу, воруне, митре, агне. То есть это классические веды, которые в Индию принесли наши далекие предки. Да, сейчас я говорю, конечно. Итак, вот этот путь мы с вами прошли, вот это поняли. Теперь я вам хочу открыть одно маленькое волшебство. Представьте сюда, если мы с вами нанесем здесь знаки зодиака. Ну, нанесем необычным образом. Если здесь у нас будет водолей. Здесь я вас немножко сейчас позаморачиваю, конечно, но потом вы разморочитесь. Так, у нас здесь водолей. Стихия у зодиака водолей в классической, помните, да? Возд. Как он обозначается? Смотрите, ну не помню. Вот вы сами напишите нам водолей. Хорошо. Вот это вот, я вам хочу сказать, что это очень мало кто знает. Это знают масуны на очень высоких степенях посвящения. Мы с вами на детских занятиях происходим. Потому что это просто, как говорится в фильме, элементарно Батсон. Итак, если мы здесь помещаем водолея с воздухом, то здесь что под водолеем окажется с огнем? Нет. Здесь у нас будет созвездие Льва. Правильно? А здесь у нас, соответственно, на воде будет у нас товарищ Скорпион. Правильно? А на земле у нас будет товарищ Телец. То есть если мы вот именно знати зодиака расположим таким образом. То есть вы теперь видите, что этот ключ жизни есть, он заложен в астрологических карцах. Потому что это древнее ведическое знание очень известно. И напоследок я просто скажу, что это если мы возьмем более старые написания вот этих стихий, то, конечно, в воздухе будет там орел, здесь будет лев, здесь будет бык. То есть я вам напоминаю песню из фильма «Прекрасного аса». Первый раз она там прозвучала. Бориса Грибельчакова. «Тебя там встретит огонький лев, и горький волк, и исполненный очей, с небеса твой орел небесный. Чей твой ясен мы, когда заживаем мы весь город». Итак, в Евангелии сказано, ну, четыре основных существа. Это орел, лев, бык и не помню еще, ну, извините, я сейчас забыл. Ну, в общем, вот четыре существа есть. И это известно во всех абсолютно великих. И вот вы теперь, знаете, именно вот так вот сориентированы по этим зодиакам египетские пирамиды. Именно вот так вот. То есть, этот древнейший ключ, который вы теперь, как в фильме «Прекрасный пятый элемент» знаете, там он как раз этим и будет. То есть, воздух раздувает огонь, там завершается. В центре находится у нас любовь. Ее исполняла, как вы помните, прекрасная Мила Ювович. То есть, то есть, хочу только обратить внимание. В этой песне Грибельчаковой есть небольшая неправильность, ну, это у меня очень будет сказано. Там встречает волна. Вы понимаете, кто такой был? Волн – это кастрированный бык. То есть, бык, лишенный творческой силой. Волом классически кого называют? Сатану. Волом. Волом. Поэтому вы у меня теперь просто великие посвященные. Вы понимаете, что в ключе жизни все кончаться волом не может. Вы понимаете, куда уводит эта песня? Она уводит. В Сатурн-Алию она уводит. Это люциферическая песня, по сути дела. Мы с вами сейчас просто учимся понимать сакральный смысл. Мы знаем, что здесь, конечно же, должен быть бык. Символ плодородия. Если петь бык. Ну, вы можете что-то хотите. На самом деле, это мелодия очень святеричекары. Это известная мелодия 17-18 веков. Это известная классическая мелодия, которая звучит в этой песне. Это просто на нее уже положены слова. То есть, лев – это огонь. Кстати, лев на Руси. Вы знаете, что, в принципе, в районе Нижнего Новгорода, в районе Киева выводили свои плиты. Там же тепло было. Я вам еще расскажу, что страшная история. Однажды в Нижний Новгород купцы привезли крокодилов. Они жили там три года. Никому об этом не рассказывайте. Крокодилы очень легко привыкают к другому клиенту. Никому только забудьте про это. Если вы добудете крокодилов, то вы уже... А в себе? Не знаю. Насчет себя я не уверен. Надеюсь, что все-таки он там не будет. Так что большая просьба, когда вы пойдете в Африку, не везите крокодилов. Потому что у меня есть совершенно... Запомните, все рептилии очень привязчивы. Один моряк, мне рассказывал знакомый, он привез крокодилов из Африки. И назвал его Вася. И он у него рос, рос этот крокодил Вася. У него рос, рос, рос. А когда он уже стал вырастать, он его... Что? Он его отдал, конечно же, в зоопарк. Он его отнес в зоопарк. Поехал в кругосветное плавание. Через год вернулся в зоопарк. Пошел навестить своего крокодила, Васю. Подходит там масса-масса крокодилов. Подходит вот так вот. Вася, Вася. И вдруг из этой кучи крокодилов. Один так вот, большой уже, длинный. Вот так вот разворачивается. Полгода к нему. И реально плачет. Это был Вася. Этот моряк стоит, рыдает. Вася рыдает. Моряк рыдает. Это очень душевательная история. Потому что крокодилы, они очень приящие. Поэтому, дети, я вас очень прошу, не заводите крокодилов. Когда мы жили в Индии, наши знакомые вам говорили, у них дома вместо собаки был крокодил. То есть, это забава европейцев не очень хорошая. Итак, если мы с вами теперь говорим о ключу жизни, то мы с вами понимаем, что мы совершили такой вот крещ, который... Все записали все? Ну, запомнили. Да. Если что, я вам напомню. Так, с этим у нас все полное понимание. Мы с вами теперь понимаем, что даже, конечно же, он нам подарил определенные знаки. Знаки, которые называются рунами. Слово «руна» — это слово, которое однокоренность со словом «ранить». То есть, почему? Потому что ранить, рунить — это наносить черты и резы. То есть, на дерево, например, наносятся ножиком или чем-то острым определенные знаки. Поэтому руны, конечно, они должны иметь определенную форму. Мы не можем взять какую-то руну, чтобы она была там какая-то вот плавная. Они вот такие все вот очень простые. И под руной мы понимаем смысл, который очень коротко выражается. Вот смотрите. В принципе, можно не писать все даже буквы. Например, вот что я сейчас написал. Я согласно писать не буду. Привет, вы понимаете, да? Совершенно спокойно. Там, что-то сейчас я имя напишу. Миша. Либо Маша. Либо Маша, да? Ну, так как у нас здесь сидит Миша, мы сразу ориентируемся. Например, ну вот это что такое. Ну, это вообще... Получается, что глазки даже не нужны, если мы понимаем порядок. В частности, в некоторых книгах, даже вот, например, в старых книгах, там вот и пишут, мы все воспоминали БГ. То есть, Бог достаточно, что БГ. Не думайте про Борис Гребетчаков. Борис Гребетчаков теперь мантра поет. Борис Гребетчаков теперь мантра поет. Не, ну, он просто знал, как это вот так вот, осознанно. То есть, мы с вами видим, что смысл можно, так скажем, зашифровать. Но еще мы можем вообще выразить смысл, но если мы что-то нарисуем, вот это вот, например, я вот нарисую, он мне сразу скажет, что это елочка. То есть, ну, то есть, вот символически, но это уже как получается, как можно сказать, так вот, иероглиф. Руны представляют собой очень такой вот упрощенный порядок. И я вам сегодня дам именно руны Тарха, то есть, руны Дождь Бога, как они, ну, имеют место быть. Потому что руны существует много. Существуют скандинавские руны, существуют тюркские руны. Существуют, вот, например, руны в Якутии, там тоже есть своя руна. То есть, разные, разные виды рун. Но мне бы хотелось вот сегодня дать то, чем мы пользуемся, так скажем, у нас в 3.9.10, в 3.9.10. Ой, все нормально. Значит, вот первые руны, вот такие вот руна будет у нас вот. Да, вот это первое. Это руна, можно вот так вот ее нарисовать и просто написать руна Ория. Ой, или Ория. Орий это наш прародитель. То есть, это фактически руна Рода. Скоро я Даню очень порадую. Ну, сейчас узнаешь. Нет, 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 не имя твое, а просто тебя просто порадует. И смотрите, значит, у нас что получается? Что это руна, которая обозначает поток мужской силы, да, то есть Ория, это прародитель, это покровитель, это тот, кто возделывает постоянно, то есть это творчество. И в принципе, я сейчас даю самые короткие значения этих рун, они многозначны, и для того, чтобы научиться понимать или читать руны, с ними нужно просто постоянно общаться. То есть, когда мы постоянно задаем какие-то вопросы, я уже приблизительно знаю, если у меня попадает какая-то вот руна, мы должны были сюда ехать. Я беру руну, у меня получается руна, там, руна добро перевернутая, вот нету добра, чтобы ехать нам в Крым. И вот, вот реально, вот почему так, ну, получилось, что мы приехали вовремя, получилось, что мы собрали там сено, ну, то есть вот три раза выбирал руну, три раза добро не было. И когда уже вот прямо руна открылась, все, хорошо, то есть, все, мы поехали. Руны, они подсказывают что-то, руны очень отличаются от гадания на карте. На карте там обычно, что там, чем сердце заболит, там, что там, кто приедет, какой казенный муж, или там еще что-то. Здесь руны больше, они выставлены для, руны выставлены не для такого личного, такого простого какого-то понимания, они выставлены именно для понимания какого-то духовного пути. Следующая руна, вот она вот так что обозначает, это руна Бош. Также эта руна, ее иногда называют Барма, то есть, это врата, то есть, Бош и врата. Бош. Ну, пока просто пишем Бош. Ну, все, пожалуйста, если не надо. Понял. Так, это у нас руна Беда. То есть, Беденье, а также еще, смотрите, интересно, у нас эта руна еще дает понимание высшей защиты, то есть, высшими. То есть, это, как правило, еще и такая защита, руна Берегинь, то есть, она именно вот охраняет нас, берегает нас. Следующая руна, Голос. Да, я откуда-то. Ну, вообще, что нас отличает от животных, по сути дела, все-таки. Да, у нас есть с вами речь, и речь наша осмысленная. Речь это тоже звуковая руна. То есть, это с помощью узнавков мы передаем определенный смысл. Вы сегодня все слышали, как исполняется руна Дождь Бога, да, то есть, Олег забивает, Дождь Бог, Дождь Детель, Наш, и все, все вторят. Руна поется по принципу повторения, потому что через пение мы также получаем передачу рунического знания, и, если можете, дальше вы продолжаете вниз, а у меня место как бы качается. Так, не рисуйте, вы просто вниз продолжаете. Вот это руна Добро, а вот это руна Добро, а? Ну, хорошо, давай Дело, Саняш. Дело. Добро, сейчас новое, Дело. Так, дальше у нас Руна Дом идет. Вот так ее можно изобразить. Так. А вот эта руна обозначает еще, в первую очередь, руна Дома, она еще обозначает сердечность, то есть, она связана... А Кирилл, что нормально все? Я не знаю, куда он поставил кучу. Кирилл, что там все нормально? Все нормально, сидите, сидите. Все нормально, хорошо, все. То есть, руна обозначает еще и сердечность, то есть, вот, налаживание такой вот гармонии. То есть, еще раз повторяю, каждая имеет много значений. Дальше. Как у нас здесь она звучит? Жар. Да. Руна жара. Это стрела, такая солнечная стрела, легко ее тоже запомнить. Она обозначает какой-то такой жаркий процесс. А рудно холодно? А рудно холодно? Холодно нету. Ты знаешь, что просто если эта руна будет перевернута, то это будет обозначать как раз процесс обратной жару. То есть, можно сказать, что это будет холодно. Потому что мы же всегда получаем какие-то уроки, они все хорошие, но иногда уроки такие бывают, что как будто нас холодной водой обозначают. Вот как вот у меня сейчас было. То есть, я достаю радостный, чтобы показывать, как предсказания делать на рунах, открываю, дам подарок, нехорошо сказать, что за рунах. Ну, как-то, как-то сказать, спасибо большое. Вот, а там фишки, а ты выбрали. Варяки. Не скажу. Так что, это ничего не меняет, но все. Вот это руна вам тоже хорошо знакома, а руна Заря. Про значение позже будет? Ну, Заря, Озарение. То есть, я вот сейчас даю самые короткие значения, самые короткие значения этих рун. И понимаете, в чем дело? Здесь что получается у нас? Что, ну, приходится, я не могу об этом не сказать. Конечно же, в фашистской Германии очень активно изучали руны. И поэтому руна Заря, руна Зиг, она использовалась командованием СС. И почему? Потому что они тоже изучали руны. Но только хочу сказать, что они брали руны Футарка. Руны Футарка, они уже вторичные. То есть, уже от наших рун были взяты эти значения, и некоторые даже перевернуты. То есть, виды изменены. То есть, фактически скандинавская система, она вошлась во Средние века. Она является конструкцией. Мы говорим о том, что было в изначале, и пытаемся понять значение каждого значения. Дальше у нас идет прекрасная руна имя. Я на этом вот остановлюсь. Вот эта палочка, да, простая палочка. Что такое имя? Когда берется какое-то заклинание, то там иногда пишут имя Рек. То есть, вот это конкретное имя. Что считалось самым страшным вообще наказанием у египетских жрецов? У них считалось самым страшным наказанием это стирание Рену у них называлось. Имя называлось Рену. То есть, например, вот изображен какой-то фараон. И написано его имя. Такой-то, такой-то там. Какой-нибудь. Разметутс какой-нибудь. Тут размец. Ну, неважно. И они берут. Для того, чтобы он не смог никогда воскреснуть, то есть, не смог никогда продолжить свою жизнь, они стирают его имя. То есть, когда стирается имя, это самое страшное наказание. Потому что, если человек теряет имя, как еще у самых таких древних, как у самых таких древних, как мы их называем, первобытных племен, ну, я бы сказал, что это прекрасные племена, которые живут по именно принципам, таким единственным сверотам. Обычно имя, имя дается уже человеку, когда он становится совершеннолетним. То есть, он уже приходит, и шаман видит его. Он говорит, там, ты, там, Мурат, Зоркая Олка. Ну, то есть, вот, там, ты, Таня, ты у нас, там, Божья волна какая-нибудь. Ну, то есть, он каждому, каждому уже определенное имя, которое соответствует его качеству. И потом еще иногда в некоторых временах это имя рисовалось и делалось, оставалось на каком-то, например, камне. Естественно, между этим человеком и этим камнем была постоянная взаимосвязь. И поэтому, если этот камень кто-нибудь разламывал, то это на человеке могла тратить очень плохо, он мог сильно-сильно заболеть. Дальше, вот это имя, то есть, это очень важно. Что мы с вами говорим? Почему вы редко, все-таки, в нашей радости, вы здесь редко, но отжимаетесь. Потому что то, что мы говорим, то мы имеем. Если наша речь наполнена божественными смыслами, очень яркими смыслами, то у нас и жизнь будет божественная, яркая, богатая. Если мы говорим три слова, и эти еще слова перемешиваются всякими жаргонами, я не говорю про мат, мы с вами уже говорили, если мы перемешиваем их словами-паразитами, которые, как правило, тоже еще всякие жаргоны, то, конечно, жизнь становится упрощенной. Сейчас все просто с ума сошли, все постоянно говорят слово бренд и тренд. Обратили, да, внимание? Ты в бренде, ты в тренде. Что это такое за понятие для русского человека? Что такое бренд? Я говорю, вы правильно сказали, слово бренд, бренд напоминает слово брев. Потому что, что это такое? Нам это непонятно, мы понимаем имя, вот какая-то династия, которая, то есть фамилия, то есть это имеется в виду род по-русски, например, вот они медом занимаются, или род, который кузнецы. И вот они, как правило, становились потом кузнецовыми, ковалевыми, ковалевыми, это тоже то же самое, что кузнец. То есть эти рода сохраняли вот эту свою ответственность за свою продукцию. И они пользовались естественным уважением. Вот это мы с вами понимаем. А когда просто что-то создаётся такое, что-то некто, и все начинают говорить, «О, Дольче и Габан». Что за Дольче и Габан? Мы с вами понимаем, что эта сказка называется «Охарой вся голой». То есть на самом деле ничего нету, но все об этом говорят. Эта сказка такая имена. Слышишь ли, да, про такую сказку? Поэтому, если мы вернёмся к нашим ругам, что мы видим, что ещё всё завершается, то есть под именем мы ставим вот такую руну. Как у Рей, когда перевёрнутая Орей. То есть, да, перевёрнутая Орей. То есть, если Орей – это у нас род, руна рода, то вот это у нас… То есть, это у нас руна Ах или руна Родина. Можно про значение больше? Древнее обозначение Орёны каждому своё. Да, очень суровое. Каждому своё. Родина, именно. Родина, да, потому что в итоге всё определяет женское начало. Это запомните. Парни, раз и навсегда, уровень цивилизации определяет соотношение мужчин к женщине. А древнее обозначение Орея получается всем за всё. Согласно традиции, женщина является вечным ребёнком. Поэтому, когда вы вырастите, поймёте, если женщина начинает истерить, нужно испытать её истерику, обнять, человать, исполнить её желание. Если мужчина это не делает, то он мужчина. Он не жилец. Он не жилец. Нет, но вы, девочки, должны понимать, что нас тоже надо береть. Всё в меру хорошо. Да, что всё хорошо в меру. Но оно такое бывает. То есть, это жизнь, Родина испытывает. И это всё к чему? Это мы так в шутку говорили. Родина, Мать, она испытывает. Поэтому, каждому своё. Мы живём на земле, у нас сразу всё понятно. Вот вы к нам приедете, мы сразу увидим. Ленивые вы, или работящие. Сразу всё. А, посмотрим. А что тебе за речь? Вы теперь порадуете? А, что такое? Если мы... Вы всё это записали? Да. Много вопроса. Да, можно. Если получается, Родина – это всем за всё, то Орей – это получается... А, не, Родина – это каждому своё, а Орей – это всем за всё, да? Древнее произношение. Ну, да. То есть, на обряд, как Олег начинает, это всем за всё, каждому своё. Ну, да, да, да. Слава Роду! Правая рука – Род, да? Древая рука – Родина. Сварок – это всё сварка. Вот руна сварка. Так, ну, вроде... А, если я теперь вырумю? Камера, мотор. Мотор, всё, продолжаем. То есть, смотрите, у нас это руна Рода, да? Руна Оре. А вот это, Родомир, внимательно смотрите, должен знать. Вот это руна у нас Родина. Дай списать. Черт, это тоже записано. А из этой руны можете... Узнал это, что это такое? Родомир. Это государственный флаг. Как Белоруссия? Узнал это нет. Здравствуйте. Вообще-то орнамент на флаге Белоруссии. Именно орнамент на флаге. А там разве не отчизна? Ну, это называется держава. То есть, вот это... А, держава, держава. Это мы с вами уже имеем образец руны... Как это сказать? То есть, уже составлены... То есть, это уже... Ну... Это как, знаете, вот есть однокрестничный организм, каждая руна, а есть многокрестничный организм. То есть, руна державы... Дай кисточку. Кому-то нужен кисточку. Могу еще иду. А как она называется? Вот это руна державы. Так она называется. А поле там не должно быть по себе? И там еще можно вот так вот. Еще третью руну сюда нанести. Вот эту. Что это? Солнце. Это я. Руна плодородия. Солнце. То есть, вот она, руна. Вот это известная вообще почва наша руна. То есть, вот эта руна, мы можем ее так вот запомнить, как вот кон. То есть, вот это очень важное понятие. То есть, у нас есть понятие конь, закон, искон. Все это связано с кон. Это великий закон. Это конец. Что интересно, что конец, это кон. Оно же начало. То есть, если вы понимаете, да, вот такой вот у нас получается круг. Поэтому... Кон нет. То есть, вот это, так еще точечки ставим. Руна, известная как действительно в классической этнографии руна засеянного поля. Руна засеянного поля. То есть, вот видите, то есть, получается, держава. То есть, это, по сути, это руной мы сейчас обозначили любую семью. То есть, в ней есть папа, мама и ребенок. Засеянное поле. Здравствуйте. Ну, детей сколько должно быть, чтобы род продолжался? Потому что не меньше. Трое? Десять. Нет, нет, молодец. Будешь, если будет всегда десять. Это очень хорошо. А, это калабра. То есть, у нас с вами вот видим такую составную руну и теперь мы с вами еще дальше продолжим изучение рун. Вы еще воспринимаете? С удовольствием. Нормально? С удовольствием. Пойдем. Продолжаем. С удовольствием. Вот так вот, пришел. Значит, это у нас... Вот я вот отсюда просто начну. Сейчас. Это на вашем столе. Значит, это у нас руна по. Это у нас руна луч. Это руна мир. Нет. Вы мне подсказываете? Да, так. Это руна нокау. Нокау. Это руна аж. Это путь, а это... Это руна. Руна, руна. Вот. И дали. Значит, дали лист. Угу. Дали, дали. Так. Можно поподробнее про? Да, можно поподробнее. А канал как пишет? Нокаут. 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 Под, 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 под... Знаете, вот надо ровника только... Ровника. Бесконечность только с углами. Бантик такой ровный. Все, понятно. Ага. Итак, руна кон. Это начало, да? Начало, да. Это понимаем. Руна луч. То есть, руна луч еще это связано очень с мощным пониманием. И... То есть, что значит луч? Это когда есть направленное внимание и когда мы разбираемся в этой ситуации. И сразу вы ловите те слова. Вот вам попадается руна. И вы ловите слова, которые, например, лучшие. То есть, это может быть, обозначается улучшение какое-то. Какое-то, то есть, пояснение. М. Это мир. Сказы, которые... Да, правильно. Это мир. Это материнство, да? То есть, это мокошь. То есть, это мощная именно сердечность, женское начало. То есть, умиротворение. То есть, мы сразу понимаем, если нам выпадает эта руна, что это обозначает. Энн, это накал, но также, это знаете, что еще может обозначать наше? То есть, когда выпадает эта руна, это обозначает, что это может быть какое-то превращение чего-либо, но требует она обязательно какой-то... Оно требует спокойствия. Нужно уметь сохранять равную весе. Вот эта руна, она такая очень важная. Вот эта руна пути, то есть, мы выходим в путь. То есть, это руна, которая всегда... Путь, я так извини, но сейчас тут правда на руке похожа. Хорошо бы не будь. Вот это путь. И вот эта руна, то есть, это какое-то всегда движение, а вот эта руна, руда, родной, связана с усилением родовых связей. Еще, знаете, раньше называли молнию родна. Рудна, родна. То есть, вот именно это может быть такое добавление в риме. Можно про накал еще раз порвать? Рудна. Это шпаргалка, возьмите, посмотрите. Прости, Баю, но просто интересно очень. То есть, эта руна, видишь, которая символизирует концентрацию мощи. Мощь является явной силой. Накал придает мощи сияние. Руна-накал помогает определить, что нужно. Также это мощная аккумуляционная руна. Нету обратного у него положения и выражает весь процесс накопления сил от нужды до сияния. Баланс распределения сил в системе. В сакральном значении взаимостей всего сущего с золотой нитью. Эта книга, кстати, совершенно у нас не издана. Написана она Еремеевым Олегом Александровым. Могу по электронной почте вам ее выставить? Можете выставить? Да, замечательно. Я ее помог ее начисать. Значит, поэтому я пускаю второй листочек. Кому надо, записывайте сюда, кто помнит электронные адреса. Хорошая, да, мысль? Да. Это ручь или что там? Ручь. А где? Последняя? Предпоследняя. Путь. Путь. Филорай, это по-эталенскому ясно. А вот про слово «руда». Нет, это лето. Руда – это старое название крови. То есть кровь называлась «руда». Отсюда «рдяный», красный, алый «рдяный». Руды на украинском, оранжевый. Я сейчас по-эталенскому ясно. Ру, да? Это мощный адрес. Оранжевый на украинском, помаранчивый. Ну вот уже помаранчивый, это уже понятно, что это заимствованное слово. Вот мы об этом говорили. Червоный это, красный. Верхний журн. Руды, красно-оранжевый. Есть такое, говорят, рыжая женщина «руда». То есть это значит красиво очень, наверное, да? Или красный? Это просто волосы. Красный, красивый. Опять, от этого не стало. То есть «руда» есть. Сейчас, секундочку, Рудомирь. Не трогай ее. Рудомирь, это твоя, кстати, руна. То есть у тебя как раз «руда» начинается на букву. Руна «Р». Еще очень важно понимание, что «руда» — это то, что срыв, как руд. Поэтому «руда», которая находится у нас в земле, то есть это всякие руды, железные руды, это тоже все руда. Кстати, железо, оно тоже становится рыжим. А вот это кровь земли как? Это кровь земли, получается, железо-то становится рыжим. Почему рыжим везет? То есть этот рыжий связан с родом. Поэтому красный цвет, он обережный. Видите, у меня в одежде везде красный цвет. Он меня защищает, мои руки, чтобы мне в руки ничего не попалось, ничего нехорошее. Он защищает мой пояс, он защищает меня от нас, я вот этим поясом красным. Нет, здесь у меня старого красного генду. Егор, там пропустил. Ты калабра, ты любишь? А, нет, еще пока, а потом надо. Это, что ты. Посмотрите, вот это у нас что, как нужно? Ну, вы знаете, вот это руна смысла, вот можно здесь еще такое, ну, хорошее слово, оно, кажется, сейчас очень употребляется часто в религии, ну, вот это собор, то есть соборность, объединение, совместное что-то. То есть обычно это всегда показывает что-то на совместное усилие. Потом у нас следующее руна, здесь какое слово это так берется? Тарх. А, Тарх, понятно. Ну, Тарх у нас прямо, это в нашей теме, то есть это как раз вот Дарь-Бога именует Тархом, то есть это, вот видите, как бы здесь две таких стрелочки, то есть когда мы входим в поток один с солнышком, с нашими предками, с нашими учителем, то есть вот это усиление нашего высшего сути. Вот это Хэ, когда попадаешь, я всегда говорю, жизнь, она всегда Хэ, либо хорошо, либо прекрасно есть растение, я употребляю в смысле растения, мне отжиматься не надо, либо хреново. ДА-ЖИБО! 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 А теперь станем яко си с белой колоси, станем кругом. Приведи ко солнцу нас, приведи ко солнцу нас, дать го светлый.